МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою историю Гомельский химичный завод отличивает со Снежной 65-го года. За минулый час его территория, а это примерно 180 гектаров, никогда не изменилась, а вот творчество стало совсем меньше. Сегодня Гомельский химичный завод – сучастное предприятие, которое поспяково гоняет в тем леку и на внешних рынках. Сейчас Гомельский химичный завод – одно из ведущих предприятий нафтохимичной грани Беларуси и буйнейшая в Украине, где вырабляют минеральные удобрения с утромальным фосфором. Большим продукциям хопая, как не только задоволись потребы у внутреннего рынка, а и поставлять ею на экспорт. Сегодня, например, это принесло предприятию больше 160 миллионов долларов. Таких валютных поступлений ранее в истории завода не было. В этом году мы поставили порядка 450 тысяч тонн фосфорных удобрений на экспорт. Основные традиционные рынки сбыта для нас являются страны Балтии, Польша, Украина. К примеру, в Украину мы в этом году поставили более 150 тысяч тонн. Для нас он самый премиальный рынок. Доля рынка составляет 38% на сегодняшний день. Сегодня доля Гомельского химичного завода на сусветном рынке фосфорных удобрений, складая около 10%, при этом на предприятии подкресливают, утромать этот рынок во умовах жесткой конкуренции совсем не просто. А тому модернизация, якая проводится, не сама мета, а житевая необходность. Инвест-проект по реконструкции цеха фосфорной кислоты, який открылся улета, реализовывался на протягу трех годов. У основу поклали передовые распроцовки ведущего российского института о глине вытворчестве фосфорной кислоты. А так само вынеки шмат годовых доследований, проведенных на заводах Российской Федерации и Литвы. И это не одинная вытворчесть, якая заявилась на заводе о пушный час. Мы реконструировали основные цеха по производству минеральных удобрений. Общий объем инвестиций по данным проектам составил порядка 5 миллионов долларов. Была проведена реконструкция серно-кислотного производства с объемом инвестиций около 3 миллионов долларов. Все проекты направлены на повышение производительности существующего оборудования и снижение энергозависимости предприятия от внешних источников. Высокий технологичный узровень новых абсолеваний позволяет не только увеличить объемы вытворчества фосфорных удобрений практически удвоя, но и повышает экологичную безопасность. Модернизация вытворчества на гомельском химзаводе в уголе ведется одночасово с повышением безопасности техпроцессов. Если в следующий раз на протеянстве регистрировались серьезные аварии, то тоже не памятник, а готовность до ликвидации на случайных ситуациях постоянная. И это так само одна из главных задач для кировничества завода. Александр Чаров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель». Буйное дорожно-транспортное здарение отбылось в Калинковицком районе. У вынеку сутыкнений легкового автомобиля с фурой водитель легковушки 42-годового Мазырана напынулся в реанимации. Складенная практична у двоя фура, дарованный боком, альтона разлита годы с топлива и водитель, який все еще находится в шоку. Российский дальнобойщик с 30-годовым стажем Игорь Михальчук в понеделок ранец из Бранска на целком загруженном автомобиле отправился в черговый замежный рейс, який нечакан оборвался днем этого дня на территории Беларуси в Калинковицком районе, каля везке Гулевича. В 30-тонную машину, которая рухалась по своей полосе, заехал сустречный «Фольксваген-Гольф». Я ничего не ожидал, я ехал аккуратно, спокойно, не спеша, никуда не торопился. Скорость у меня была минимальная. Ну, он плавно начал заезжать на встречное движение, то бишь на меня. Я эту ситуацию заметил и начал от него уходить вправо. Полностью я не успел как-то, получилось, что он ударяется мне в бак. И произошло ДТП. Автомобиль «Фольксваген», за рулем якого был 42-годовым и заранен, урезался в паленую бок великогруза. Каля тона дистоплива ручаем вылилась на проездную участку. Как не допустить пожару на место здарения, выехали вортовальники, минавитаяны, и оказали первую медитинскую допомогу потерпелому водителю легковушки. По привыкному месту происшествия выяснилось, что ДТП произошло между автомобилем «Фольксваген-Гольф» и селеным сягачем дав. Сотрудники МЧС были приняты меры к предотвращению возгорания автомобилей и оказана первая доброщадная помощь пострадавшему водителю автомобиля «Гольф». По прибытию кареты скорой помощи пострадавший передан работниками медицины. В обставинах авары еще треба будет разобраться Держ-Аутоинспектором. По коль ясно тое, что водитель «Фольксвагена», и ки немае водительского посвечения, але ни одной, что притягиваются по линии ДАИ, по неяких причинах выехал на сустречную полосу и затыкнулся с сгруженной фурой. Житель города Мозырь, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф Плюс» на 148-м километре автодороги Бобруйск-Мозырь, это между деревней Гулеичи и городом Мозырь, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом, перевозившим груз около 20 тонн. Пытаясь уйти столкновение, водитель автомобиля «ДАФ» принял немного правее, и столкновение произошло таким образом, что «Гольф» врезался именно в бак, и бак оторвало, дизельное топливо было разлито прямо по ее части. Водитель «Фольксвагена» зараз находится у реанимации, як меркуется на моема товары, и он был цвярозым. Як только мужчина будет в стане, з'импагутырыц у працовники правооховных органов. Гэта допоможа одновить усю картину дорожно-транспортного здоровья. Виктория Синицкая, Светлана Груцькович, Аслав Праписнов, телеканал «Мазырь» специально для телерадоэкомпании «Гомель». Батьковский сход у режиме онлайн. Дякуши такому формату, больше тысяч людей, які выховуюць тяжких подлетков, пагутарали со специалистами областного узровня. Про то, як пройшла виртуальная сустрэча, які ў целым зараз узровень молодзевой злашынности, ведая Ганна Ковалёва. Калець двухтысяч юных жахаров в области сёня стоять на улику у инспекции по справах неполнолетних. Батьки гэтых подлетков отрымали запрашэння на незвучайный сход. Местом яху проведение стала литаральна ўся в область. Веда совесть за обловы канкамам наладзели ўсі районы Гомельщины. В таким формате и таким масштабе батьковский сход пройшоў у першыню. Люди з розных кутков Гомельщины отрымали рекомендации от представников гомельского обловы канкама, прокуратуры, управления внутренних справ и областного наркологичного диспансера. К сожалению, родители в школы на собрания приходят, как правило, это родители хороших детей. Родители проблемных детей, они особо не стремятся на такие мероприятия. Поэтому такое мероприятие нам очень важно, чтобы такие родители, родители проблемных детей, чтобы они немножко в своём сознании перевернули своё восприятие и повернулись лицом к своим детям. В этом году взровень злочинности сярод неполнолетних знизить не удалось, а за минулые 11 месяцев назирався рост их колькости. И такая динамика по кулю пыл не на заховое свои позиции. Особливое ожиўление у категоры злочинству, звязанных с незаконным оборотом наркотыков. У гэтым же спися хулиганства. Неизменным же номером один у малолетних порушальников застаются крадяжи. В этой связи хочется обратиться к родителям, чтобы они всё-таки были более внимательны к времяпрепровождению своих детей. И если ребёнок сидит за компьютером, то это вовсе не значит, что он может играться в какие-то компьютерные игры, либо переписываться со своими одноклассниками. К сожалению, именно с использованием интернет-ресурсов совершается большинство преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Поэтому никто другой, как родитель, может первым заметить любые изменения в поведении ребёнка и в круге его общения. С принятием декрета президента номер 6, пока ранний за сбыт наркотиков, стало больше жорстким. Уже у гэтым годе у отповедности зим были осуджены подлетки до 8, 10 и 13 годов турмы. Сегодня супрацовники прокуратуры, социальные педагоги, психологи и иншие специалисты ведут велизарную працву с тяжкими подлетками. Из список обовязков по линии профилактики злочинности сярод молоди покуль только расте. А лёй всё же вырешить проблемы, які ввастраются с кожным днём. Самостойно гэтые люди не в силах разгорнуть ситуацию хотя бы на 90-х градусу. Без уделу батьков по сутности просто немогчима. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». На гэтом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин